Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Сегодня у Гомелли названы 22 лепшие предприемства и организации областного центра по выниках минулого года. В этот день они занесены на городскую дошку гонору. На урочистой церемонии побывали наши корреспонденты. 12 новых рынков субтитров А.Кулакова 12 новых рынков субтитров А.Кулакова За опошню пятигодку тут поверешили пока еще к экспорту удвоя. Зараз протягивается модернизация вытворчасти. А опошний реализованный проект дозволюю снизить споживание электроэнергии на участку фосфорной кислоты Амаль у 7 разов. Когда первый раз становишься, ну можно подумать, что это случайность. Но когда второй, третий, это очень сложно удержать пальму перенства. Но тем не менее коллектив работает для того, чтобы удержать позиции и в городе, и в области, и в стране в целом. Для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок наших сельхозпроизводителей качественными минеральными удобрениями, а также обеспечивать и экспортный потенциал. Для справки скажу, что мы более 75% в прошлом году отгрузили наши продукции на экспорт. С 22 предприемств и организаций, занесенных на городскую дожку гонору, по выниках 2015 года, лидерские позиции подтвердили 8. Сярод району лепшим признаны советские. Переможцы в своих номинациях так само «Медпласт», «Сантекс», «Домобудовничий комбинат», «Гомельская ЦЭЦ-2» и «Шостый автобусный парк». А прощатого на городскую дожку гонору занесены ГГТУ имя Сухога и 51-я гимназия. Подчас у расистой церемонии узнагородживания, яшерас означается, у предприемству и организации «Гомеля» великий потенциал, який дозволяет казать не только об махчимости досягнения высоких вытворчих показчиков, але и об поляпшении добробыту гомельшан. Во усеряким выпадку, выконание поставленное президентом, задавшее повелешение середней зарплаты до 1 тысячу рублев, у Гарвы Конками лишить реальным. Разработали комплекс мероприятий, причем по всем отраслям, по всем ключевым предприятиям. Дошли, как говорится, до всех отраслей, в том числе даже социального блока, которые предусматривают на конец года выход на заданные параметры. Поэтому я, учитывая, что сейчас довольно, ну, это видно, и по первому кварталу текущего года наша промышленность, она на подъеме, то, в принципе, я оптимистично рассматриваю эти планы. Да у нас, наверное, и другого выбора нет. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У Гомеля завершили отяпляльный сезон. Сгодно с распоряджением городских уладов с сегодняшнего дня отяпление отключают в жилевом фонде, адукацинных, медицинских, культурных и социальных установах. Нагадаемо, красавику припыняли подашу тепла в жилевом фонде, але в связи с похолоданием отяпление знову уключили. Во установах социальной сферы, больницах, школах и детяшых садках оно не перерывалося. Сегодня у Гомеля по ветру прогрелось до 20 градусов тепла. Такая температура заховается и в ближайшие дни. Гомельское областное объединение профсоюзов до 31-й годовины аварий на ЧАЭС наведало Хойницкий район. Представники громадской организации уручили подарунки розным установам и ознайомились социально-экономичным развитием одного з наибольшь потерпелых от аварий на ЧАЭС районов. Дмитрий Котов с подробязностями. На гостиной Хойницкой земли представников областного объединения профсоюзов по доброй традиции сустракают хлебом солью. После непротяглой или душевной гуторки гости отправляются в рай в иконкам. Тут члены громадской организации выконывают свою доброчинную миссию. Уручают подарунки и нагрудные знаки 110 год профсоюзному руху Беларуси, жахарам Хойницкого района. Эти люди не под шутках ведают про шарнобыльскую трагедию. Именно витаяны унесли значный уклад у одрожжения и развитие потерпелых территорий. Проживающие здесь люди – это самая главная ценность, которая, в принципе, и дает толчок всей жизни на этой территории. Вы знаете, я вот как-то даже спросил про цифры в райисполкоме. Мне сказали, что более 600 человек стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эта цифра вот как можно ярко показывает, в принципе, то, что люди здесь остаются жить, то, что они строят свои планы на будущее, то, что они хотят проживать и расти свои дети именно здесь. И эта территория без людей, она бы просто-напросто погибла. Хойницкий район, увы, не куавары, и на ЧАЭС стратил больше, как 50 вёсок. Амаль 90 тысяч гектаров земли выведено с сева-озвороту. Насельничество района скоротилось у два с половой разы. У дельники жалобного митингу, каля помнека смутку, узгадывают чёрные сторонки гистории. 31 год тому, после авары, мало кто верил в поспеховую будущую Хойницкого района. Але негативные прогнозы не справдилися. Зусим на дворот, район живе и развивается. Створаются умовы для працы и отпочинку, и демодернизация вытворчасти, заявляются новые объекты социальной инфраструктуры. Необходимой молодёжи всем помнить, что было раньше на этой территории, какая была она огромная. И что мы не зря сегодня возрождаем эти территории, и чтя память о тех днях, когда это всё случилось. И вот эти вот митинги, они как-то воспитывают патриотизм и любовь к своему городу, который сегодня, вы видите, и все у нас бывает, развивается, не стоит на месте. Полесский радиационный экологичный заповедник, науково-доследчивая установа, задача якой продухиление расповсюживания радионуклидов и проведение радиологичных доследований на заборудженных территориях. Миновито сюда накеровывается делегация областного объединения профсоюзов, как доведаться про назапашенный опыт у минимизации наступства аварии. От подобной трагедии не застрахованы навод самые развитые краины, как приклад катастрофа на Фукусиме-1 в Японии. Как больше эффективно супростоять махчимой радиационной погрозе, необходимо тесное супрационничество на международном узровне, и тому перспективе створения на базе заповедника специализованного центра. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. У День памяти и смутку по хвярах чернобыльской трагедии Гомельское отделение Белорусского фонду мира наведало Ельске и Нараулянске районы. Там активисты организации приняли удел у жалобных митингах. Наш корреспондент Наталья Ягнатенко долучилася до памятного марафона и доведалася, як зараз живуть на потерпелых у вынику аварий на ЧАЭС-территориях. День 26-го красавика на зауседы уписаны черными литрами у летопис Ельского района. Техногенная катастрофа изменила лес и тысяч людей. У зоне радиационного контроля по гэтый день находятся 66 населенных пунктов района. За чернобыльской аварой насельництво поступово скоротилось на 12 тысяч человек. Дарэч и стольки зараз живеу сучасным Ельску. На митингу памяти и смутку для помнеках вярам 20-го стаходзе не утойвают слез. Мясцовые жихары, які застались на односно чистых территориях, были вымушены научиться жить по-новому. За последние годы в районе очень много сделано. В прошлом году мы завершили газификацию большого нашего городка Скородна. В этом году планируется газификация населенного пункта Валауск. Большие вложения войдут в части закупки медицинского оборудования для центральной нашей районной больницы. Наступная кропка – регион белорусского полесья, межи якого значно звузилися пасля авары на атомной электростанции у Чарнобыли. Отсюль до места выбуху – 18 километров. Наравлянский район один з найбольш потерпелых от авары на Чарнобыльской атомной электростанции. Одразу пасля трагеды 36 населенных пунктов спынили свое існовання. За 31 постчарнобыльский год мясовые жихары, які застались тут, не як празвычайлися жить. Вось тут, на правом березе Прыпяти, стоит і развівається Нароуля, а там на левым життя нема. Там зона отшуження. Свечки пам'яті 26-го красавіка запалили і тут, для помніка выселенным вёском у Нароулі. Чарнобыльскі одні открікаються болям у серцях мясовых жихару. Не загоюються душевные раны і у Михаіла Бондара. У 86-м ён апынувся сярод тих, кому думаць про власне здароўе. Не було часу. Разом з боевыми товарышами ён працаваў у непосредной близкості ад реактарам. Многих наших ребят, служивців, що здесь, що на Україні, везде, уже многих нету. Може, як говорят народі, Бог здоров'я дал. Може, щоб вырос я в деревні Гридні, радам, попал на родину. Ну і що, тупо, на пенсії, що работаю. Когда чоловіка замічають, не забувають, це саме главное. Працтаўнікі Беларускаго фонду «Міру» разом з звучніми і кадэтами, актавістами БРСМ, мясовымі жихарамі не шкадуюць слоў. Сумныя урокі тых падзей засвояны. Авары азменіла звыклый уклад життя містячаў, але не позбавіла прагіда життя. Нараулянскі район – незабытый край, як комусь ці можа здавацца. Тут людзі живуть, гадуюць дзятей, мараць і робець ўсё, каблюбая серцю мястіны, расквіталі кожной вясной. Задачі выживати уже не стоїт, далеко не стоїт. Тільки одна задача – развиватися, развивати регіон. Ми сьогодні видим то, що видим. Ми сьогодні видим, що развивається економіка. Ми сьогодні видим объекты соціальні сфери на більш высоком уровні. Це, конечно, і благодаря підтряці государству, і благодаря всім тим людзам, які проживають на этой території. Наталі Ігнатенко, Михаїл Рабкоў, Єльскі і Нараулянскі районі. До 31-й годовіны аварай на Чарнобыльській АЭС у Гомілі просвятили молодёжны Вілафест «Атомная миля». С поморництва юных велосипедыстів проходзіла ў зоні отпачынку сажалкі. У дзельнікі Вілафеста спрачаліся залепшы командны часы у заєзде на дистанцію ў одну милю ці 1609 метров, каб выіграць прызы ад організатору меропрыємства. Пасля дистанцію школьнікі таксама адказалі на пытанні, прысвічані Чарнобыльській тематеце. Гэта іншая навіны в можці знайсті на нашым сайті. У інтернеті па адресі www.tvrgomil.by. Далей у ефір і спартывний агляд. З навінами спорту пазнаеміць Максим Савін. Далей у ефір і спартывний агляд.